МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, здравствуйте, добрый день! Это своя игра. Вот наш главный приз. Замечательный автомобиль, вместительный, компактный, необходимый каждому азартному эрудиту. Как можно выиграть этот автомобиль? Да очень просто. Нужно продержаться в нашей игре 10 игр подряд. При этом не обязательно занимать первое место, можно занять и второе место. Если игрок занимает второе место, то его судьбу решает жеребий. Вот в центре студии специальное приспособление, где игроки, занявшие второе место, тянут жеребий и выясняют, будут ли они играть дальше или нет. За первым игровым столом Евгений Шляхов, программист из Днепропетровска. Дважды этот человек занимал второе место, тянул жеребий, и всякий раз ему везло. За центральным игровым столом Андрей Жданов, редактор из Тольятти, который нам продемонстрировал беспроигрышную серию из четырех игр. Ну что же, уважаемые Андрей и Евгений, успехов вам. Андрей, нужно выбрать себе третьего игрока. Выбирай. Сегодня с вами будет бороться Асмик Горяка, программист из Еревана. Здравствуйте, Асмик. Здравствуйте. Ну что же, уважаемые игроки, обратите внимание на наш главный монитор, там вы увидите все темы нашей сегодняшней игры. Между тем, напомню о том, что спонсор программы – компания Эрих Краузе. Эрих Краузе – это качественный канцелярский товар для успешной работы. Эрих Краузе – важна каждая мелочь. И мы начинаем первый раунд. Первый раунд – это вот его темы. Няни, штаты США, мюзиклы, испанская литература, рыбы на фото и замки. Или замки. Ну что же, Андрей, начинайте. Рыбы на фото за 500. И в Восточной Сибири, и в Северной Америке это блюдо из вяленой рыбы охотно едят и люди, и собаки. При необходимости рыбу можно и в костер подбросить. Это? Строганина. Нет. Почему? Да. Это юбкало. Дальше. Рыбы на фото 400. Португальцы шутят, что у них 365 рецептов ее приготовления на каждый день года, хотя рецептов в три раза больше. Любимая рыба португальцев? Трескал. Верно. Асмик. Испанская литература за 300. Пожалуйста. И во сне твои слезы слышу, рыдание души усталой, души погибшей, с круглого рта твоего вылетает. Обращался к ней Федерико Гарсио Лорко. Может, тут к Испании в целом? Нет. А. Рискну предположить. Круглый рот. Гитара может быть. Верно. Рыбы на фото за 300. У макрофина микростома прозрачная голова с трубчатыми глазами, позволяющими видеть только в этом направлении. Может быть, вверх? Верно. А. Штаты США 500. В шутку Делавер называют пригородом Нью-Йорка. Его почетное прозвище Первый Штат. Ведь этот документ штат ратифицировал первым. Конституцию. Да. В США. Рыбы на фото 200. В перуанской реке Санта-Ана обитает панцирный сом. Мощные ложкообразные зубы помогают саму питаться этим. Хотя сом и не бобр. Тревесина может быть. Верно. А. Штаты США 400. Вам достаётся к космешке. Вопрос нужно отдать кому? А. Асмик. Асмик, вопрос для вас. Тема «Как молоды мы были?» Стоимость или 100 или 500? 500. 500. Окончив гимназию в Триве, он поступил в университет и взялся за юридические науки. Истории и философии увлёкся не сразу, да и бороду ещё не отрастил. Кто это? Карл Маркс. Верно. А. Асмик. Испанская литература за 400. Услышав, как хохочет студент, Филипп Третий предположил, что тот либо безумен, либо читает эту книгу. Оказалось, второе. Рискну предположить. Дон Кихота. Верно. Штаты США за 300. Ураган в этом штате унёс домик с Элли и Татошкой в волшебную страну. Из Канзаса. Верно. Штаты США за 200. Последний из законов, запрещавших это, отменён лишь в 1966 году. Дольше всех держался штат Миссисипи. Торговлю чем? А. Асмик. Раз. Спиртными напитками. Верно. Няня за 300. Это идеальная няня была худая, с большими руками и ногами, крошечными голубими глазками, которые, казалось, буравят тебя насквозь. Если идеальная, может быть, Мэри Поппинс? Верно. Мюзиклы за 100 попробуем. Вам достаётся в ход в мешке, кому отдадите. Давайте, леди. Асмик, играем с вами. Тема поединки. Стоимость или 100, или 500? 500. На фото поединок Роберта Фишера с этим советским гроссмейстером на шахматной олимпиаде в Лейпциге осенью 1960 года. Нет, я вижу. Может, с Михаилом Талем. Совершенно верно. Фишер выиграл. Асмик. Няня за 400. Став царём, он подарил бывшей няне Просковье Гесслер каменный дом на Литейной улице. А вот сына ей не смог доверить. Не было. Ну, можно попробовать из русских царей, например, Александра Первого. Верно. Штат из Шасту. Эта продажа запечатлена на фотографии 30 марта 1867 года. Это продажа в Аляске, России и США. Верно. Замки 5400. На этой реке стоит замок Монсуро, возведённый в 15 веке Жаном де Шамбом, советником Карла VII. Давайте пробуем ответить Луара. Там много замков. Вы правы. Замки 300. В Великобритании вас могут отправить за решётку на 5 лет за хранение этого инструмента. За хранение отмычки. Браво. Няня за 200. В этой поэме Маяковский пародийно изобразил кадета Милюкова, как усатую няню. В поэме? Владимир Ильич Ленин. Нет. Хорошо. Верно. В поэме «Хорошо». Андрей. Мюзиклы 200. Герои этого мюзикла катают по сцене металлические решетчатые ограждения, хотя в Средневековье их в помине не было. Я из средневековых мюзиклов только «Нотр-Дам де Пари» знаю. Верно. Мюзиклы 300. В экранизации «Мама Мина» сыграла Донну и блестяще исполняла хиты «Абба». Мэрил Стрип. Верно. Мюзиклы 400. За это преступление героиня мюзикла «Чикаго» Рокси Харт попала в тюрьму, что стало началом ее музыкальной карьеры. А просто за убийство достаточно будет сказать? Достаточно. Мюзиклы 500. Это ветхозаветное имя носит старец, глава кошек в мюзикле «Кэтс». Может, старец Мафасаил? Нет. Ух ты. Его зовут Дьютеронами, второзаконие. Там вообще у всех героев удивительно сложные имена. Дальше. Замки 200. Русская загадка сравнивает замок с этим домашним животным. С собакой. Не лает, не кусает, а в дом не пускает. Замки 100. Часть городских замковых укреплений Люксембурга называется «Три жёлудя» по этой причине. Наверху у них жёлуди. Да, совершенно верно. На каждой басне жёлуди. Жёлуди, да. Испанская литература за 200. Этому царю посвящалась пьеса Лопа де Вега «Великий герцог московский». Может быть, Ивану Грозному? Нет. Лже Дмитрию Первому. Браво. Няне 100. Как и воспитательница, именно она есть в каждой детсадовской группе. Нянечка. Да. Испанская литература за 100. Первым таким романом стал Амадис Гальский. А точно, да. Рыцарский. Верно. Рыба на фото 100. Их миграция происходит дважды в год в Мексиканском заливе. От полуострова Юкатан до Флориды и обратно. Каждый из них имеет размер приблизительно 2 на 2 метра, а всего их около 10 тысяч. Может, это скаты? Верно. Подведем итог первого раунда. Тысяча у Евгения, 1200 у Асмек и 3100 у Андрея. Впереди второй раунд. Это своя игра на нашей студии. Мы разыгрываем второй раунд. Спешу напомнить о том, что тот игрок, которому удается победить в трех играх подряд, получает от компании Эрих Крауза замечательный приз. Золотое перо, украшенное россыпью драгоценных камней. Тот же игрок, который занимает в нашей игре второе место, по традиции, получает от компании Эрих Крауза коллекцию ручек «Мегаполис Концепт». «Мегаполис Концепт» — это элегантный образец надежной и практичной ручки. «Мегаполис Концепт» — восхитительное качество письма каждый день. Тема второго раунда. Затворный куб. Град Петров. Живопись. Политика. Мультфильмы и вопросы от... Прошу вас, Евгений, начинайте. Скажем, живопись тысяча. Латте-арт. Искусство рисовать именно на ней? Может быть, на кофейной... Ну, на пене в кофе. Верно. Политика. Тысяча. Вам достается ход в мешке. Вопрос нужно отдать. Кому? Давайте Асмик снова. Асмик, все коты вам. Тема городской транспорт. Стоимость или двести, или тысяча? Двести. В этой столице митрополитен открылся 6 ноября 1960 года, став Советском Союзе третьим по счету. Ну, понятно, что первый в Москве, второй в Питере. В Киеве. Верно. Да. Это Киев. Мультфильмы за тысячу. Эти бытовые предметы стали героями мультфильма Гарри Бардзена «Конфликт». О, это может быть спички. Верно. Политика 800. Начиная с осени 1917 года в России вся собственность на средства производства была национализирована этим методом. В руки государства перешло более 9,5 тысяч предприятий. По-моему, это называется экспроприация. Безплатно для... Безплатно. Принято. Мультфильмы 800. Герои этого сериала борются с крупными корпорациями, исследуют причины мирового экономического кризиса, ликвидируют последствия разлива нефти в Мексиканском заливе. Скажем, Симпсоны. Нет. Я хотел. Южный парк. Не спасатели, что я только... Мультфильмы 600. Героиню тайны третьей планеты Алису художник-мультипликатор Наталья Орлова срисовала со своей дочерью, а прототипом этого капитана стал муж Натальи. Зеленый. Верно. Механик. Град Петров 1000. В этом романе позапрошлого века рассказано и о самой зловещей трущобе старого Петербурга подземной части Крюкова канала. Петербургские трущобы. Верно. Дальше. Мультфильм за 400. Пластилиновая заставка Александра Татарского к этой телепередаче попала в книгу Гиннесса по количеству выходов в эфир. Это «Спокойной ночи, малыши». Да. Живопись 800. В 1947 году, после этого, ночной дозор Рембрандта переименовали в «Дневной дозор». Но название не прижилось. По-моему, там история была, ее реставрировали, и оказалось, что там... Верно. ...светлее. ...никакого ночи-то нет никакой. Град Петров 800. После внезапной кончины мужа Андрея, она пожертвовала свой дом знакомый, облачилась в одежды мужа и откликалась только на имя мужа, говоря, что муж жив, а умерла она. Что она Андрей Петров. Это Ксения Петербургская. Верно. Град Петров 600. На Одесской улице в Песках установлен памятник этому городскому работнику. Ведь здесь 11 июля 1873 года были проведены первые опыты электрического освещения улицы. Может, вот фонарщик. Верно. Живопись 600. Прибытие этого полотна в Петербург был посвящен банкет 11 июля 1836 года с двумя оркестрами и лавровым венком для автора. Последний темп Пампеи. Верно. Вопросы от ЗА-600. Добрый день. Меня зовут Антон. Я тренер по фитнесу. У меня есть для вас несколько вопросов. В 1817 году английский инженер Уильям Кьюбетт, учитывая маленькое пространство внутри тюрьмы, изобрел тренажер. Специально для заключенных. Что это за тренажер? Ну, вариант. Ну, все-таки велотренажер. Нет. Может быть, все-таки Англия, да? Грибной? Нет. Пиковую дорожку. Браво! Вопросы от тренера по фитнесу ЗА-400. Отец одного американского семейства был весьма озабочен тем, что его дети очень много времени проводят около телевизора. Каким образом он заставил детей заниматься на тренажере? Давайте попробуем, что сейчас он им купил велотренажер, поставив его напротив телевизора. Нет. Телевизор работал на аккумуляторе, который заряжался от тренажера. Верно. Вопросы от тренера по фитнесу ЗА-800. У древнегреческого силача Милана Кратонского был особый живой тренажер. Рост тренажер, рост и вес. Кто это был? Это был, ну, изначально теленок, а потом взрослый бык. Да. Он поднимал сначала теленка, потом уже здоровенного быка. Вопросы от тренера по фитнесу ЗА-1000. На тренажере, созданном для нагрузки, возникающих при этом виде спорта, работают сразу руки, ноги, спина и брюшной пресс. Что это за спорт? Ну, возможно, это гребля, гребной. Да. И вопросы от тренера по фитнесу ЗА-200. Формула, определяющая максимальную нагрузку, проста. Пульс после упражнения не должен превышать значение 220. Минус число, индивидуальное для каждого. Что это за число? Поделет сколько человек. Возраст. Возраст. Затворники тысяча. Под этим именем стал известен затворник Тамбинской пустыни, князь Степан Касацкий. Отец Сергий. Браво. Затворники за 800. Написав этот роман, Харпер Ли за полвека создала лишь несколько коротких эссе, да и на публике практически не появлялось. Это убить пересмешника. Верно. Политика 600. Председатель Верховного Суда перепутал порядок слов, и Барак Обама по неволе стал седьмым президентом в истории США, Кому из соображений предосторожности пришлось сделать именно это дважды. Произносить присягу. Верно. Затворники за 600. На пике славы она ушла из мира кино и уединилась в огромных апартаментах Манхэттена, как мисс Гарриет Браун на 60 лет без малого. Грета Гарба. Браво. Затворники за 400. Одно время этот россиянин избегал контактов с прессой и сам считал жизнь в Вермонте добровольным затворничеством. Писателя прозвали вермонтским отшельником. Может быть, Солженицын. Верно. Мурат Петров, 400. Вам настаётся вход в мешке, вопрос нужно отдать. 6 тысяч у вас, 5 700 у Андрея, 5 400 у Асмик. Давайте я вход раз с Андреем. Андрей, играем с вами. Попробуем. Тема лица на марках. Стоимость или 200 или 1000? 1000 попробуем. Народная артистка СССР, дважды герой социалистического труда, лауреат четырёх сталинских и ленинской премий. Назовите её. Может быть, это Галина Уланова? Верно. Живопись, 400. Этот консервированный суп Энди Уорхол изобразил в разных вариантах. Банка, 32 банки, 100 банок, 200 банок. Томатный суп. Верно. Политика, 400. В 2006 году парламент лишил короля Гьянендру должности верховного главнокомандующего, неприкосновенности и обязал платить налоги. Эта страна стала парламентской республикой. Непал. Верно. Град Петров, 200. Их общая протяжённость превышает 600 километров. Факт занесён в книгу Гиннесса. Ну, канала в Петербурге. Речь идёт о трамвайных путях. Дальше. Затворники, 200. Он отказался от награды в миллион долларов за доказанную теорию Пуанкаре, чтобы избежать дешёвой популярности и живёт затворником. Перельман. Верно. Григорий. Живопись, 200. Эта картина, по словам Пикассо, никогда не будет продана, потому что создана для Испании. О, это Герника. Верно. Политика, 200. На китайской почтовой марке 1950 года они обмениваются рукопожатием. Наверное, Сталин и Мао Цзэдун. Верно. И Мультфильмы, 200. В поисках ответа на этот вопрос маленький щенок обращался к петуху, мышонку, лохматому псу, пчеле, рыбе и лягушке. И лишь вернувшись домой, нашёл ответ. Может быть, это кто сказал Мяо? Верно. Подведём итог нашего второго раунда. 5400 на счету у Асмик, 6400 у Евгения, 7700 у Андрея. Впереди третий раунд. Ну что ж, а мы в новом студии, мы разыгрываем третий раунд. Компания Эрих Краузе представляет коллекцию ручек Мегаполис Концепт. Мегаполис Концепт – это элегантный образец, надёжные и практичные ручки. Мегаполис Концепт – восхитительное качество письма каждый день. А вот и тема нашего третьего раунда. Монеты. Пять цитат. Свадьбы. Откуда родом. Вулканы и злаки. Прошу вас, Асмик, начинайте. Пять цитат за 1500. Когда зазвонил телефон, я варил на кухне спагетти, насвистывая увертюру из сороки-воровки Россини, которую передавали по радио. Идеальная музыка для спагетти. Надо произведение? Да. Или... Ну, предположим, это Крёстный Отец. Нет. Это Мураками. Хроники заводной птицы. Дальше. Свадьба за 1200. Этот напиток 40 правнуков и 25 внучат пили за здоровье бабушки и дедушки в песне «Золотая свадьба». И за них мы пьем парное молоко. Верно. Монеты 1500. Прошлой осенью в Швеции вышла из обращения эта самая мелкая монета. Чеканка обходилась слишком дорого. Эре. Эре. Верно. Чем Карлсон теперь расплачивается? Не знаю. Карлсон. Монеты 1200. На фальшивом динарии, посвященном сражению при мысе «Акции», слово «Египет» содержит ошибку, а вместо «Октавиана Августа» отчеканен он. Наверное, Марк Антоний. Нет. Но если не Марк Антоний, то... Сам. Юлий Цезарь. Ага. Ну, проиграл-то Антоний при «Акции». Отчеканнили Цезаря. Монеты 900. Монета посвящалась вступлению Болгарии в Евросоюз. Странный номинал означал именно это. Наверное, обменный курс, да? К евро. Лево. Лево к евро. Совершенно верно. Монеты 600. Их уничтожение позволило создать из остатков монету рубль-доллар. Устроить всяких ракет, которых... Ракет Р-12. Принято. Откуда? Родом за 1500. При правлении Ельцина в этой его родной деревне Таллицкого района Свердловской области были построены новая больница и современная дорога. Деревня... Бутка. Дальше. Свадьба за 1500. На свою свадьбу иранская девушка надевает чадру этого цвета. Совсем без чадры нельзя. Может быть белого? Да. Рома и Джульетта. Браво. Злаки за 1500. Вам достается аукцион. Что скажете? Номинал. Номинал. Полторы тысячи. Что скажете, Евгений? Ох, злаки. Это как-то совсем не радует. Ну, 2000. 2000. Что скажете, Андрей? Спасую. Пас. Пас. 2000. Асмек. Пас. Играем за 2000 с Евгением. Миссионер Диего дель Кармен построил на Филиппинах католический храм с органом, трубы которого сделаны из этого. Тишина. Возможно, из бамбука. Браво. Все-таки легко оказалось. Вулканы 1500. Средневековые исландцы называли этот вулкан воротами в ад. Все-таки Гекла. Да. Злаки 1200. Хотя его родина, Индия, лидерство в мировом производстве злака принадлежит Бразилии. Это сахарный тростник. Следующий вопрос прозвучит после рекламы. Мы вновь в студии. Прошу вас, Андрей, выбирайте. Злаки 900. В словаре 18 века о нем сказано зерно, которое в Англии обычно едят лошади, а в Шотландии люди. Овес. Верно. Откуда родом за 1200? Пушкин собственноручно написал первую фразу записок этого актера. Я родился в Курской губернии Абаянского уезда в селе Красном, что на речке Пенке, в 1788 году, ноября 6-го числа. Может быть, это все-таки Мочалов? Нет. Чепкин. Верно. Вулканы за 1200. По преданию, к этому потухшему вулкану Кавказа был прикован титан Прометей. Ну, может быть, Казбек? Да. Вулканы 900. Аркадий Стругацкий, служивший на Камчатке, восходил на этот вулкан, ставший прототипом Адаирской сопки в повести извне. Ключевская сопка. Нет. Если не Ключевская. Аватинская сопка. Верно. Откуда родом 900? Он достается код в мешке. 7500 у Евгения, 8700 у Асми, 12500 у вас. Кому отдадите? Евгения. Евгения, играем с вами. Тема «Великие россияне». Стоимость или 300, или полторы? Давайте полторы. Уж кому-кому. А ему на новгородском памятнике тысячелетия России самое место? Ну, Рюрик. Карамзин. А, это все современные. Николай Карамзин. Вулканы 600. До 1944 года любой желающий мог подняться на Везувий с помощью этого. Однако очередное извержение пресекло подъемы. Может, фуникулер? Верно. Вулканы 300. Эта сицилийка просыпается ежегодно, однако крупные извержения редки. О, это Этна. Верно. Этцитат 300. Чуть свет уж на ногах и у ваших ног. Чацки. Горе от ума. Взлаки за 600. Их гибрид третикали от одной унаследовал пищевые качества, от другой морозостойкость. Ржи и пшеницы. Верно. Откуда родом 600? Ее семья долго скиталась вместе с полком, где служил отец. Седло было моею первую колыбелью. Лошадь, оружие и полковая музыка первыми детскими игрушками и забавами. Надежда Дурова. Ко мне издевается. Злаки 300. По данным ООН, ее годовой урожай в мире превышает 790 миллионов тонн. Пшеница. Нет. Кукуруза. Дальше. Откуда родом 300? Став Леонидом Утесовым, Лезер Вайсбейн не раз воспевал этот свой родной город. Одессу. Да. Свадьба за 600. Вам достается год мешки. Кому отдадите? Андрею. Андрей, играем с вами. Тема «Концы». Стоимость или 300, или полторы тысячи? 300, давайте. В немом фильме «Конец Санкт-Петербурга» этот великий режиссер задумал показать, каким образом большевики пришли к власти. «Конец Санкт-Петербурга»? Что за режиссер? Не вспомню, не Пудовкин? Пудовкин. Ух! Монеты 300. Две тысячи монет из этого материала выпустили в Конго, как напоминание о защите тропических лесов и гориллы. Может, деревянные монеты? Да. И свадьба за 300. Они сочетались браком 22 июля 1898 года в селе Шушенском. Владимир Ильич Ленин, Надежда Константиновна, Крупская. Верно. Подводим итог третьего раунда. 7200 у Евгения, 9000 у Асмек, 14300 у Андрея. Впереди финальный раунд. Ну что же, а мы вновь в студии, и мы разыгрываем финальный раунд. Вот 7 возможных тем нашего финального раунда. Давайте выберем одну. Евгений, внимание на экран. Уберите одну из тем. Ну что вам здесь не нравится? Актеры и роли. Спасибо. Убрали эту тему. Асмек. Плавали знаю. Андрей. Экспорт. Евгений. Это одна. Асмек. Небо зовет. Андрей. Мне будет очень стыдно, если я не возьму, поэтому я уберу Японию. Понятно. Ну что ж, играем тема, где этот дом, уважаемые игроки. Делайте, пожалуйста, ваши ставки. Я помню о том, что компания Эрих Крауза представляет коллекцию ручек «Мегаполис Концепт». «Мегаполис Концепт» — это элегантный образец надежной и практичной ручки. «Мегаполис Концепт» — восхитительное качество письма каждый день. Ну что ж, ставки сделаны, и я предлагаю вопрос. В 1284 году в день Иоанна и Павла, что было в 26-й день месяца июня, одетый в пеструю одежду флейтист, вывел из города 130 рожденных в Гамельне детей на Копен близ Кальварии, где они и пропали. Табличку прикрепили к фасаду дома, получившего это прозвище. Думайте. Табличку прикрепили к фасаду дома. Не стекло, я жду ваших ответов, уважаемые игроки. Ответ Евгения. Желтый дом. Ответ неверный. Ставка. 3400. Спасибо, Евгений. Ответ Асмик. Крысолов. Крысолов. Вы знаете, я принимаю ваш ответ. Дом Крысолова. Получил название этот дом. Ставка. 5401. Все зависит от ответа Андрея. Ответ Андрея. Дом Крысолова. Правильный ответ. Ставка. Это правда. 101. 101. И что же нам делать в такой ситуации? Кто победил в сегодняшней игре? 14401 рубль. И у Асмик, и у Андрея. Сейчас я предложу вам перестрелку. Мы между Андреем и Асмик разыграем одну тему. Тема будет замечательная. Юбилей 2011. Вопросы будут стоить 100, 200, 300, 400 и 500 рублей. Читать вопросы я буду подряд. По восходящей. Начнем. 12 апреля исполнилось именно столько лет полету Юрия Гагарина. Асмик. 50. Браво. Над похождениями пана Квинто в этом фильме Юлеша Махульского зрители смеются вот уже 30 лет. Вабанг. Верно. Этот ученый, которого Пушкин назвал нашим университетом, родился 19 ноября 1711 года. Ломоносов. Верно. Это первое изданное произведение Джейн Остин, подписанное «Леди», увидело свет ровно 200 лет назад. Прошу вас. Гордость и предубеждение. Нет. Андрей промолчит. Это разум и чувства. И последний вопрос. За 500. 3 июля 1936 года именно это было создано при рабочей крестьянской милиции НКВД СССР. Все молчат. Асмик, прошу. Скажем, школа юных милиционеров. Нет. Увы, ответ неверный. Государственная автомобильная инспекция. Андрей Жданов побеждает в пятой игре подряд. Есть справедливость. Ну, с моей точки зрения, это действительно справедливо. Однако, Асмик, у вас есть прекрасная возможность остаться в нашей игре. Здесь 22 ячейки и всего лишь 5 пустых. Подходите, и вам обязательно повезет. Асмик Горяка. Замечательный игрок остается в нашей игре. Это не может не радовать. Андрей, поздравляю с победой вам, дорогие друзья. Огромное спасибо за внимание. Всего доброго. Увидимся. Пока. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, это своя игра. Вот он, наш главный приз. Замечательная вещь. Вещь, вновь название автомобиль. Он замечательен, он компактен и вместителен. Он необходим каждому эрудиту. Как его можно выиграть? Очень просто. Нужно не занимать третье место ни в коем случае и продержаться в нашей игре 10 игр подряд. То есть, если вы заняли третье место, вы вылетаете. Если вы заняли первое место, все замечательно. Если вы заняли второе место, вашу судьбу решает жребий. Вот у нас в центре студии специальный вращающийся подиум. В нем 22 ячейки. В каждой ячейке брелок. И если игрок занимает второе место, его задача вытащить брелок с машинкой. Обязательно. Если он вытаскивает брелок с машинкой, он продолжает участие в нашей игре. В студии у нас Асмик Горяка, программист из Еревана. В нашей прошлой игре она заняла второе место. За центральным игровым столом Андрей Викчжданов, редактор из Тольятти. Андрей продемонстрировал вам беспроигрышную серию из пяти игр. Ни разу не заняв второе место, Андрей сегодня играет шестую. Ну что же, Андрей, теперь ваше право. Вы должны быть в себе третьего игрока. Спасибо. Сегодня с вами будет играть Николай Николаевич Самусь, астроном из Москвы. Здравствуйте, Николай Николаевич. Добрый день, с дуэстом. Ну что же, уважаемые игроки, обратите внимание, у нас есть главный монитор. На нём вы увидите все темы нашей сегодняшней игры. Между тем, напомню о том, что спонсор программы – компания Эрик Краузе. Эрик Краузе – это качественные канцелярские товары для успешной работы. Эрик Краузе – важна каждая мелочь. И мы начинаем первый раунд. Кстати, дорогие друзья, рад сообщить вам о том, что вышел второй выпуск книги «Своя игра». В нём собраны лучшие вопросы, прозвучавшиеся в нашей программе за последние пять лет. Первый раунд, и вот и вот темы. Монархи, деревья, английская литература, острова, усы и бороды и свадьбы. Прошу вас, Андрей, начинайте. Ну, наверное, не поняли бы меня телезрители, если бы я не начал с усов и бород за пятьсот. Сборная Германии по Ганбулу выиграл чемпионат Европы. И её тренер Хайнер Бранд, как и обещал, сбрил усы. С усами было сделано именно это в благотворительных целях. Рискну предположить. Продали на аукционе, например, благотворительные. Продолжим. Усы и бороды, четыреста. Картаус, картаус, где достал рыжий ус, дразнили злодеи и вредные старушки в этом фильме сказки. Ещё есть вопрос, где ты взял рыжий нос. Финист, ясный сокол. Верно. Усы и бороды, триста. Его накладная фараонова борода отвалилась в результате эрозии и теперь хранится в Британском музее. Сфинкса. Да. Асмик. Острова за пятьсот. Общая площадь 1192 островов этого государства всего-то 298 квадратных километров. Но и для многочисленных туристов места хватает. Я вискну сказать, что это Сейшел. Нет. Но если не Сейшел, то... Мальдивы. Верно. О-о-о. Андрей. Усы и бороды 200. Аукцион. Аукцион. Четыре сотенки. Четыреста. Играем. Потомок Пушкина говорил сыновьям этого писателя. От меня требуют, чтобы я был с баками, а от вас, чтобы вы носили окладистую бороду. Ох ты. А, ну все-таки, наверное, Толстого. Да. Усы и бороды 100. Коллизию душистую за длинные отростки прозвали золотой ус. А за это свойство домашний женьшень. Тонизирующие свойства. Поздравляющие. АПЛОДИСМЕНТЫ Свадьбы за 500. Можно не сомневаться, что в нынешнем году пик свадеб придется именно на эту дату. Я думаю, на 10-е, на 12-е декабря. Нет. На 11-е ноября 11-го года. Получится 11-11-11. Я год забыл. Ну и такое бывает, Николай Николаевич. Ничего страшного. Свадьбы 400. По закону Калифорнии, жених и невеста, не достигшие этого возраста, могут вступить в брак только по решению родителей. Скажем, 21 год. Нет. 18 лет. Дальше. Австрова за 400. Первый вариант его повести «Ржавый фельдмаршал» публиковался как «Остров ржавого лейтенанта» и «Остров ржавого генерала». Все это произведение Кира Булычева. Дальше. Австрова за 300. И на эстонском, и на финском его название означает «Островная земля». А немцы когда-то звали «Остров Эззелем». Царема. Верно. Монархи 500. В 1941 году итальянский князь Аймона Ди Торино был провозглашен королем, но за два года правления в этом своем государстве ни разу не появился. Я могу ошибиться, но, по-моему, он албанским королем был провозглашен. Нет. Ошиблись. Он был хорватским королем. Дальше. Монархи 400. Клянусь, тебя постигнет злая казнь. Такая казнь, что царь Иван Васильевич от ужаса во гробе содрогнется. Грозил он Василию Шуйском. Борис Годунов. Верно. Но он архитристо. В уездном городке Чимбаре Николай I не пожелал видеть местных чиновников, сказав губернатору, что уже познакомился с ними на этом спектакле. Ревизор. Да. Английская литература за 500. Эта книга Герберта Уэллса о России с фантастикой не имеет ничего общего. Россия в Англии. Верно. Острова за 200. Вам достается код в мешке. Кому отходите. Асмик. Асмик играем с вами. Тема лозунги. Стоимость или 100, или 500. 500. Канала Армеец. От жаркой работы растает твой... Закончите фразу с плаката. Представляете, что такое Канала Армеец? Срок растает. Верно. Английская литература за 400. Артур Конан Дойль рассказывал о наполеоновских войнах устами этого хвастуна и вояки. Бригадира Жерара. Верно. Монархи 200. Иоанн I посмертный побыл королем Франции всего 5 дней с 15 по 20 ноября 1316 года, скончавшись сразу после этого таинства. Если таинство может быть крещение... Верно. Деревья 500. Этот московский музей размещается в здании церкви Иоанна Богослова под Вязом. Дерево существовало до 1775 года. Музей истории Москвы. Дальше. Деревья 400. Под Дубом Мамврийским этот патриарх принимал Господа. Авраам. Верно. Английская литература за 300. Творчество всех трех этих сестер стало ярким явлением в развитии английской романистики, а произведения были признаны классикой. Я думаю, что это Бронте. Как? Бронте. Бронте. Да, Бронте. Астала за 100. Эта организация контролирует менее 4% территории Кипра, но без нее не обойтись. Объединенных наций. Верно. Деревья 300. Из этих частей побегов сахарной пальмы в Индии получают сахар, вино и уксус. Из соцветий. Продолжим. Деревья 200. С Баобабом это происходит ежегодно, и тогда его называют дерево, растущее корнями вверх. Правда, похоже? Рискну предположить. Цветет он, может быть, так? Да нет. Я думаю, он так пускает новые побеги. Нет. Раз в год Баобаб сбрасывает листья и действительно становится похожим на дерево, перевернутое корнями вверх. Английская литература 200. Вам достается ход в мешке. Пожалуйста, Николаю. Николай Николаевич, играем с вами. Сапоги стоимость или 100 или 500? У меня терять нечего, пока 500. Тесную и неудобную обувь остряки сравнивали с этими жуткими сапогами. Ну, с испанским сапогом. Совершенно верно. Который, по сути, к своей не обувь, а орудие пытки. Играем дальше. Монархи 100. В кинокомедии «Поездка в Америку» наследный принц Аким предпринял путешествие с этой целью. По-моему, он там невесту искал. Верно. Свадьбы 300. На свадьбу Пола Маккартни и Хизер Милл с папарацци не пустили. Но позже молодожен продавал именно это по 1000 фунтов за штуку. Вырученные деньги пошли на приюты для животных. Свадебные фото. Верно. Свадьбы за 200. На свадьбе Лизы Марии Прессы и продюсера Майкла Локвуда первый муж невесты Дэнни Кьоу играл эту важную роль. Остальных двух мужей не позвали. Шафера. Да. Свадьба за 100. На этой башне Том Круз сделал предложение Кэти Хоунс. А рискну предположить, может, на Эйфелевой. Верно. Деревья 100. Неужто впрямь растут они так быстро или это время быстро так летит, пел Марк Бернес об этих деревьях? О тополях. И английская литература за 100. С романом Дафны Дюмарье Ребекка именно это произошло 11 раз. А давайте рискну предположить. Экранизировали, может быть. Ну что ж, подведем итог первого раунда. 400 на счету Николая Николаевича, 1400 у Асмик и 3300 у Андрея. Впереди второй раунд. Мы вновь в студии, мы разыгрываем второй раунд. Спешу напомнить игрокам о том, что тот игрок, которому удается выиграть в нашей игре три игры подряд, получает от компании Эрих Крауза замечательный приз, золотое перо с россыпью драгоценных камней. Тот же игрок, который в нашей игре занимает второе место, по традиции получает от компании Эрих Крауза коллекцию ручек Мегаполис Концепт. Мегаполис Концепт – это элегантный образец надежной и практичной ручки. Мегаполис Концепт – восхитительное качество письма каждый день. Темы второго раунда. Братья, плавали знаем, крепости, певцы и певицы, зимний спорт и числа. Прошу вас, Николай Николаевич, начинайте. Плавали знаем за тысячу. В Испании есть реки и подлиннее этой, а вот судоходно на большом протяжении лишь она одна. Тахо. Нет. Другие знаете какие-нибудь? Квадал, квивир. Верно. Зимний спорт – 200. Биатлонист Сергей Чепиков хранит это в мешка в кладовке. Каждый мешок весит около пяти килограммов. Пади медали свои. Верно. Зимний спорт – 400. Снимаясь в фильме «Хелп», они впервые встали на лыжи на курорте в земле Зальцбург. Тхебет лес. Еще раз, пожалуйста. «Битлз». «Битлз». Верно. Зимний спорт – 600. Кот Мишкиев на Союзе. Кому? Пожалуйста, Николая. Николай Николаевич, играем с вами. Тема «Наше кино» стоимость или 200, или 1000. 200. На момент съемок этого фильма Енине Жеймо было 38 лет, а Василий Меркурьев, игравший отца героини, был всего на пять лет старше ее и на восемь лет старше принца. Солушка. Верно. Плавали знаем за 800. Тайская лодка «Лонгтейл» или «Длинный хвост» обязана именем этой протяженной механической части. Рулю. Нет. Давайте посмотрим. Видите, какой у нее огромный грибной винт. Плавали знаем 600. Единственное действующее в России судно такого типа, «НВ Гоголь», было построено аж в 1911 году, а ныне ходят по Северной Двине. Колесный пароход. Верно. Плавали знаем 400. Вам достается аукцион. Что скажете? Ва-банк. Ва-банк. Что скажете, Андрей? Пожалуйста, Николай, играйте. Мальтийцы дают лодкам имена, считая живыми и рисуют на каждой именно это, чтобы не заблудилось в море. Ну, я думаю, что картушкомпасы. Они рисуют глаза. Играем дальше. Плавали знаем 200. Ежегодный заплыв на этих сантехнических предметах в бельгийском Динане напоминает о том, как лет 30 назад некий горожанин спасался от наводнения. На ваннах. Число за тысячи. Число за тысячи. Девятилетний Милтон Сирота предложил дядюшке математику назвать гуглом число, записанное единицей и столькими нулями. Сто нулей. Верно. Число за 800. Он впервые сыграл под номером 99 в юниорскую команду Грей Хаунс. Теперь число ассоциируется только с его именем. У меня с именем Уэйна Грецки. Верно. Черт, я не искал. Зимний спорт 800. В-стиль появился в этом виде спорта в 1980-х и фактически вытеснил все остальные. По-моему, это прыжки на лыжах с трамплина. Верно. Крепости 1000. В 1522 году рыцари-госпитальеры сдали войскам Сулеймана I крепость на этом острове и поневоле перебрались на Мальту. Они были точно родосскими рыцарями. Верно. Крепости 800. Вам достается ход в мешке. Кому отдадите? Пожалуйста, Николаю. Спасибо, все время мне. Николай Николаевич, играем с вами. Игры и забавы стоимость или 200 или 1000? 1000. По легенде, Конфуций изобрел эту игру примерно в 500 году до новой эры и путешествие ознакомил китайцев и со своим учением, и с игрой. По тихе час. Я думаю, это маджонг. Верно. Играем дальше. Крепости за 600. Героическая оборона этой крепости во время Турецкой войны 1870-х, сюжет романа Пикуля и одноименного телесериала. Баязет. Верно. Числа за 600. При этом условии дробь является правильной. Если числитель этой дроби меньше, чем ее знаменатель. Верно. Числа за 400. 0, 1, 1, 2, 3, 5. Назовите следующее число последовательности Фибоначчи. 8. Верно. Певцы и певицы за 1000. Эта голосистая английская домохозяйка стала мировой звездой, прославившись в телеконкурсе самодеятельных талантов. Кто-нибудь помнит, какой ее зовут? Сьюзан Бойл. Браво. Молодец. Певцы и певицы 800. Старшее поколение должно хорошо помнить его Дилайлу, а нынешнему он может быть известен благодаря секс-бомбе. Том Джонс. Верно. Певцы и певицы 600. Эта певица каждый Новый год слышит немало шуток по поводу своего псевдонима. Вот Катя Лель. Почему? Снегурочка. Да. Лель Снегурочка. Ну действительно забавно. Красиво, красиво, да? Защитремно. Нет, на самом деле есть такая певица Ёлка. Играем дальше. Зимний спорт 1000. По премьеру НХЛ российские команды стали проводить именно такие игры. В нынешнем сезоне одним из первых стал матч СКА-Спартак. Я так понимаю, что речь идет о выездных играх за пределами Российской Федерации. Верно. Играли в Давосе. Крепости за 400. Молдавские господари проводили этот церемонии в Сучаве, тронные крепости 14 века. Может быть, короновались они? Да. Братья, тысяча. Еще школьниками эти американцы делали воздушных змеев на продажу. Братья, лайт. Верно. Число за 200. В этом романе Евгения Замятина инженер Д-503 полюбил мятежницу И-330 и сам едва не погиб. Роман назывался «Мы». Верно. Асмик. Братья за 800. В фильмах «Брат и брат 2» Сергей Бодров и Виктор Сухоруков сыграли этих братьев – Данилу и Виктора. Фамилия у них? Багровы. Да. Багровы. Братья 600. Брат этого авантюриста Франческо был художником-пейзажистом, а брат Джованни занимался портретной живописью и археологией. Неужели Казанова? Верно. Крепости за 200. Вам достаётся аукцион. Ну, ва-банк. Ва-банк? Андрей, не возражаете? Да чё-то мне как-то хоть и 200. Играйте. С 17 сентября 1939 года польские войска оставили эту крепость. Брестская. Верно. Братья за 400. Платья представленного фасона вошли во Франции в моду благодаря им. Братья Монгольфье. Верно. Певцы и певицы 400. Русская загадка говорит об этих насекомых. Петух-певец срубил хлевец. В том хлевце 500 овец. Пчёлы. Верно. Братья 200. Таких братьев называют погодками. Родившихся с разницей в один год. Да. Певцы и певицы 200. Отчество певца баса Максима Дормедонтовича Михайлова друзья переначивали именно так. Давайте я рискну предположить. Хорошо было бы до Ре-Ми-Донтовича. Верно. Ну что ж, подведём итог нашего второго раунда. 1800 у Асмек, 8400 у Николая Николаевича и 11300 у Андрея. Впереди третий раунд. А мы вновь в студии, мы разыгрываем третий раунд. Компания Эрих Крауза представляет коллекцию ручек Мегаполис Концепт. Мегаполис Концепт – это элегантный образец надёжной и практичной ручки. Мегаполис Концепт – восхитительное качество письма каждый день. Темы нашего третьего раунда. Италия. Не только о еде. Животные в легендах. Прозвище. Снимается кино и маяки. Прошу вас, Асмек, начинайте. Италия за 1500. В 1970-х в футбольных клубах страны вовсю практиковалась эта защитная система. Девизом её приверженцев было «не проиграть важнее, чем выиграть». Катеначо. Катеначо, верно. Италия за 1200. Это лакомство вы можете отведать в любой джелатерии. Мороженое. Браво. Италия за 900. В этом конкурсе чаще других побеждали уроженки областей Лацио и Ломбардия. Наверное, мисс Италия. Верно. Снимается кино 1500. Идею показать оглушённую взрывами рыбу Спилбергу подсказали участники высадки в Нормандии. Назовите фильм. Рискну предположить. Спасти рядового Райана. Верно. Снимается кино 1200. По английским законам этих животных нельзя снимать в кино. И сцену в катакомбах Стамбула для фильма «Из России с любовью» снимали в Мадриде. Неужели крыс? Верно. Италия за 600. Чтобы посетить Колизей, надо выйти на этой станции римского метро. Станция может назвать тоже Колизей. Верно. Животные в легендах 1500. Вам достаётся код в мешке. Асмик, вопрос нужно отдать. Кому? Николаю. Спасибо. Николай Николаевич, играем. Кто где жил? Стоимость или 300, или полторы тысячи? Полторы. Полторы. Очень хорошо. В 1928 году он переехал в новый дом артиста в Брюсовом переулке. Много лет спустя его внучка Мария Валантей основала в квартире музей мастера. Это Мир Хольт. Браво. Италия за 300. Для спасения этого города создали проект Моисей по строительству 79 специальных шлюзов. Венеция. Браво. Прозвучие 1500. Его звали мистер Глубой Огонёк. Их праздничных выпусков, почитай, ни одного не пропустил. Хиль. Эдуард Хиль. Животные в легендах 1200. Вам достается аукцион. Бабанг. Бабанг. Что скажете, Андрей? Пас. Что скажете, Николай Николаевич? Пас. В мифах Каманчий говорилось, что он в попыхах надел левый макосин на правую ногу и наоборот. И с тех пор его походка не слишком грациозна. Скажем, койот. Да нет, медведь. Медведь. Гризли. Маяки 1500. В 1862 году на этой горе Большого Соловецкого острова была возведена Вознесенская церковь с маяком, который служит и поныне. Давайте предположу, что всё-таки на Голгофе. Нет. Гора Фавор. Нет. Секирная гора. Осталось. Играем дальше. Не только Айде 1500. Старинные трактаты поминают это зимнее мясное блюдо, как царское ясто. Я почему-то думаю, что это пельмень. Нет. Да холодец. Ха. Дальше. Не только Айде 1200. Этому свадебному пирогу дала название то ли вкусная начинка из птичьего мяса, то ли аппетитный порог. Курник. Верно. Прозвища 1200. Его строили 25 лет, истратив полтора миллиона рублей. Москвичи прозвали строение миллионным мостом. Это так называемый Ростокинский виадук, яузы. Нет, увы, ответ неправильный. Вы немного оговорились. Ак виду. Не только Айде 900. Вам остается, что вот мешки, вопрос нужно отдать. Кому? Андрею. Спасибо. Андрей. Тема театра. Стоимость или 300, или полторы? Давайте полторы попробуем. Давайте. Еще. Театр уж полон, ложи блещут, портер и кресло все кипит. В райке нетерпеливо плещут, и взвивший занавес шумит. Писал Пушкин об этом театре. Ну, если все-таки и дедло мне надоел, да? Да. То, наверное, тогда он был большой театр. А потом стал Мариинский. Тогда большой. А тогда он был большой каменный театр. Животное в легендах 900. На мосту в этом немецком городе фигурка грызуна напоминает о старинной легенде. Берлин? Нет. Гаммельн. Верно. Прозвище 900. Этого восьмого чемпиона мира звали и волшебником из Риги, и шахматным кудесником. Михаил Таль. Верно. Снимается кино 900. Аукцион. И что вы скажете? Ну, пока две скажу. Две? Ага. Что скажете, Николай Николаевич? Три. Андрей? Четыре. Отдам. Играем за четыре с Андреем. Ага. Редактор студии Останкина Галина Лучай долго отказывалась от этой бессловесной роли в фильме «Белое солнце пустыни». С трудом уговорили. Одна из жен Абдулы. Минус четыре тысячи. Екатерина Матвеевна. Незабвимная Екатерина Матвеевна. Играйте. Маяки 1200. По ночам секторный огонь именно этого цвета означает участок, безопасный для прохода корабля. Участок белого цвета. Андрей? Снимается кино 600. Никита Михалков отстранил ее от роли Маруси Котовой и снял в предстоянии Викторию Толстоганову. Ингеборгут дабкуна это. Верно. Маяки за 900. Всем, кто ночью плыть не могут, освещай огнем дорогу, призывал Маяковский именно таких людей. Рассмотрители Маяков. Нет. Детей, дети, будьте как Маяк. Всем, кто ночью плыть, не могут, освещая огнем дорогу. Дальше. Маяки за 600. Гора Маяк высотой 335 метров. Третья по высоте в этой стране уступает лидеру горе Держинской всего-то 10 метров. Это все Белоруссия. Дальше. Не только Айде 600. О несговорчивом человеке на Руси говорили именно так. С ним каша не свалишь. Верно. Позвище 600. 45-кой некогда называли играм пластинку на 45 оборотов в минуту, и это оружие? Пистолет, револьвер. Да вы что, Андрей? Пушку. Пушку 45-го калибра, конечно. Играем. Позвище 300. Юную Дженнифер Лопес прозвали гитарой из-за этих присущей ей особенностей. За фигуру. Верно. Животные в легендах 600. В позапрошлом веке Александр Ипсиланти боролся за свободу Греции. На знамени его отряда красовалась именно эта птица, символ возрождения Эллады. Феникс. Верно. Не только Аидия 300. У Бурят позы, у узбеков манты, у грузин хинкали, а у нас именно это. Пельмени. Верно. Животные в легендах 300. Согласно польской легенде, эта птица, спасая Христа от мучителей, накрыла его своими крыльями. Соловей. Верно. Снимается кино 300. В фильме «Как снимался ночной дозор» Сергей Лукьяненко играл именно эту роль. Думаю, что она играла роль самого себя. Верно. Маяки за 300. Это электронное устройство посылает в эфир сигналы, позволяющие определить его место расположения с помощью пеленгатора. Радиомаяк. Верно. Подведем итог нашего третьего раунда. Минус 600 у Асмик. Асмик, мы вынуждены проститься, вам не на что играть в нашем финальном раунде. 11 500 у Андрея и 12 900 у Николая. Впереди финальный раунд. Мы в студии и мы разыграем финальный раунд. Вот семь возможных тем нашего финального раунда. Будьте любезны, выберите одну. Андрей, уберите одну из тем. Музей Москвы. Николай. Снимается кино. Андрей. Геометрия. Николай. Рынки. Андрей. Памятники. Николай. Красные и черные. Играем тему гимну. Уважаемые игроки, делайте, пожалуйста, ваши ставки. Я между тем напомню о том, что компания Эрих Крауза представляет коллекцию ручек Мегаполис Концепт. Мегаполис Концепт – это элегантный образец надежной и практичной ручки. Мегаполис Концепт. Восхитительное качество письма каждый день. Ставки сделаны, и я предлагаю гимн. Слава тебе, дарующий жизнь, владыка рыб и птиц, творец зерна и травы. Ты приходишь и ликует земля, и все живое в радости. Все живы благодаря тебе и богатство обретают по воле твоей. Древние египтяне воспевали именно его. Время. Ну что же, время истекло. И я бы хотел ознакомиться с ответами наших игроков. Сначала ответ Николая. По-моему, все предельно просто. Ра! А вот и неверный ответ. Ставка Николая. 10-200. Потрясающе. Ответ Андрея. Нил. Правильный ответ. Ставка. АПЛОДИСМЕНТЫ 1400. В шестой игре подряд. Андрей Жданов, редактор из Тавиати, одерживает победу. Андрей, примите искренние поздравления. А перо дадите второе? Второго пера не дадут. Нет. Однако же я хочу вам сказать, что беспроигрышной серии из шести игр мы не видели давно. Николай Николаевич, вы заняли второе место. И, соответственно, если вам сейчас повезет, а вам непременно повезет, вы продолжите принимать участие в нашей игре. Напомню, здесь 22 ячейки, в каждой ячейке брелок. На данный момент сколько? 15 брелоков из 22 у нас с машинками. 15 из 22. Тащите. Восьмой. И пусто, увы. Увы, Николай Николаевич, позвольте, я выйду сюда, к вам. Спасибо. Давайте как-то разменемся, да? Вот для того, чтобы доказать телезрителям. Вот. 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 Да я не сомневаюсь, пятый брелок. Мы абсолютно честны. Ну, паду, так паду. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, Николай Николаевич покидает нашу игру. Андрей продолжает принимать участие. Пока что его беспроигрышная серия беспрецедентно шесть игр подряд он выиграл. Вам огромное спасибо за внимание. Всего доброго. Увидимся. Пока.